Друзья, приветствую вас! Сегодня я хочу вам представить нового робота линейки WallstreetBot. Он называется Robot Finnex. У меня этот робот тестируется 2 недели и на сегодня я хочу вам показать результаты. Вы, конечно же, спросите, какой процент зарабатывает робот. И на сегодня я вам хочу показать результаты торговли за 2 недели. Общий процент плюс 8%. То есть вот линия, которая ведет начало, можем посмотреть дату, 13 мая, начало торговли и сегодня 25 мая, то есть практически 2 недели, 8%. То есть это очень хорошая доходность. Процент может быть разный, это зависит от рынка. И это может быть плюс 1%, может быть и плюс 2% и может быть 0%. Торговля зависит у нас от рынка, от точки входа и от того, какое количество валютных пар у вас торгует. Сегодня я вас познакомлю с настройками этого робота. Здесь практически все автоматическое. Настройки абсолютно минимальные. Руками здесь вмешиваться не рекомендовано. Что у нас здесь есть? Когда вы покупаете робота, мы вам устанавливаем минимальные риски. То есть мы вам устанавливаем только 4 валютные пары. Вообще можно еще даже меньше. То есть можно вообще 3 валютные пары для того, чтобы протестировать, посмотреть, как это работает. Мы вам устанавливаем евро-иену, доллар-иену, евро-доллар. Ну и какую-то пару из Австралии. Скорее всего доллар австралийский. Остальные пары, видите, у меня здесь включены все пары. То есть у меня здесь работают все 10 пар, которые идут с данным роботом. Остальные пары мы не включаем, потому что торговля становится рисковой. И соответственно, когда вы еще не умеете управлять роботом, не знаете, как это работает, то мы риски минимизируем. Поэтому начинаем с 4 пар. Если вы захотите в дальнейшем увеличить количество пар, вы нам сообщаете и мы вам поставим другие пары. Что у нас надо знать на мониторе? Кнопка автоторговля. Видите, здесь зелененький, маленький такой зелененький кружочек. Это говорит о том, что автоторговля включена. Если вы нажимаете эту кнопку вот таким образом, у вас появился красный кружочек. Это значит, что ваш робот отключен. Но несмотря на это, набранные ордера будут все равно торговаться. Нам нужно знать обязательно уровень маржи. Когда валютные пары начнут торговать, то нам нужно наблюдать за процентом. Например, свободная маржа у нас 10782. А уровень маржи сейчас 3782. То есть фактически мы приближаемся к зону риска. Если сейчас будет маржа снижаться до 3000 или 2500, то дальше я буду предпринимать определенные меры. То есть минимизировать риски. Возможно, какой-то ордер вручную, который тянет, я удалю. Возможно, я отключу автоторговлю. То есть я какие-то действия буду предпринимать, потому что сейчас идет зона рисков. Пары набрали ордера. И есть тянущие ордера, которые сейчас не закрываются. То есть надо ждать, когда они закроются. Тогда по закрытию ордеров уровень маржи резко повышается. И у нас восстанавливается баланс. То есть нужно смотреть, чтобы уровень маржи был не ниже 2000%. Следите за этим. Какие действия мы можем предпринимать. Давайте по парам конкретно посмотрим. В данном случае у нас есть такой маленький мониторчик, который показывает нам, что у нас происходит, какая торговля. Первая строка – это ордера, которые у нас открыты на бай. Где они будут на графике? На графике они будут располагаться выше вот этой серой линии. Вот здесь, посмотрите, есть серая линия на всех валютных парах, которые у вас есть. Эта серая линия – это текущая цена. Все, что выше ее – это ордера, открытые на бай. Все, что ниже нее – это ордера, открытые на сел. Соответственно, мы можем посмотреть, если у нас на бай написано цифра 4, то вот здесь, выше этой текущей серой линии, текущей цены, открыты 4 ордера. Соответственно, все, что ниже – это открыто у нас 2 ордера. Это достаточно большой объем, потому что чем больше ордеров, тем больше объемов, тем больше лотности, тем больше рисков. Поэтому на этой паре, если я вижу, что открыто на какой-то паре 4 ордера, то я отключаю торговлю на конкретной паре. Отключаю, жду закрытия ордеров. Например, я нажимаю сюда. У нас есть вкладка «Общая». Разрешить советнику торговать. То есть, если я включу этот значок, нажму «Ок». Вот таким образом у нас смайлик будет улыбаться. Это говорит о том, что торговля включена. Но на данной паре я отключу, потому что ордеров набрано много. Я буду ждать их закрытия и смотреть по ситуации. Дальше нажимаю «Ок». Балочку отжала. Я запретила на этой паре открывать новые ордера. Дальше, какие у нас еще есть настройки. Давайте перейдем на следующую пару. Первая строка – ордера байт. Все, что выше текущей линии ордера на байт, то, что сверху, тоже открыты 4. Но мы можем посмотреть. Видите, график в сторону движется, в сторону закрытия. То есть, зелененькая линия направлена вверх. Это говорит о том, что график будет двигаться, какое-то время, а может быть и полностью до закрытия всех ордеров. Когда вот эта серая текущая линия будет двигаться вот таким образом и дойдет до вот этой пунктирной красной, тогда у нас закроются все 4 ордера. И робот заработает прибыль. А как тогда внизу на селл строка у нас один ордер открыт? Я уже говорила, что на селл у нас все, что ниже серой линии, все, что ниже – это вниз. И здесь не видно красную пунктирную линию, линию закрытия ордера, единственного, который открыт. Вот он зелененький. То есть, зеленые линии – это открытые ордера. Красные линии пунктирные – это линия закрытия. Когда серая линия подходит красной пунктирной либо на buy, либо на sell, то есть, либо вверху, либо внизу, происходит закрытие ордеров и появляется прибыль. Прибыль у нас вот в этой колоночке. То есть, мы видим прибыль в колоночке баланса. Но свободная прибыль у нас показана в колоночке equity. То есть, если вы хотите закрыть робота и вывести все деньги, то, например, сейчас на данный момент я могу вывести 107 долларов. А на балансе у нас сейчас 118 долларов. На другой паре у нас открыто 2 и 1. Соответственно, здесь я никаких изменений не делаю. То есть, 2 и 1 – это небольшой объем, небольшая лотность, поэтому у нас смайлик улыбается. Здесь разрешено советнику торговать. И здесь никаких действий я не делаю. Так, что еще нужно знать у нас? Какие настройки есть? Управление рисками. То есть, если вы зайдете, значит, на вкладочке «Общие» мы разрешаем советнику торговать или не разрешаем. Соответственно, убираем галочку. И у нас есть вкладочка «Входные параметры». Здесь очень мало настроек, которыми мы можем управлять. То есть, мы можем, например, менять риски. То есть, вот здесь написано на паре «Высокий риск». Если мы берем и ставим вот таким образом минимальный риск, соответственно, робот будет открывать ордера с меньшей лотностью и с меньшей прибылью. Но и риски будут меньше. Дальше у вас должна быть просадка для запрета первых ордеров. 15% мы ставим такие пока настройки. Она может быть увеличена, но пока мы ставим 15%. Вот и все. То есть, вам здесь надо знать два параметра. Минимальный риск или высокий. Если высокий, вам надо понимать, что это агрессивная торговля. Открытие ордера с большей лотностью, с большей прибылью. Но риски при этом высокие. Если мы хотим консервативно торговать, то мы ставим минимальные риски и смотрим еще момент, чтобы, если большое количество ордеров набирается, то отключаем или не отключаем советнику торговать. Что еще хочу сказать, что здесь на этом роботе не обязательно что-то делать вообще. Он полностью автоматический. Поэтому, если у вас нет времени, или вы не успели зайти там что-то посмотреть, в этом нет ничего страшного. Я сейчас рассказываю информацию для тех, кто хочет разбираться в роботе. Для тех, кто хочет процесс контролировать, научиться управлять, научиться понимать робота. Это видео записывается для этих партнеров, для тех, кто хочет научиться понимать робота. Поэтому вы можете вообще никакие настроечки не менять. Единственное, что вам нужно научиться чистить терминал на выходных. И вам нужно в пятницу примерно в 22 часа по московскому времени нажимать вот эту кнопочку «Выключать автоторговлю». А в воскресенье вечером снова ее включать, чтобы, когда открылись рынки после 12 ночи, торговля уже была включена. Вот и все, что нужно знать по этому роботу. Буду рада, если вы присоединитесь и приобретете этого робота. То есть вы можете зайти с минимальной суммой на счете, минимальный депозит 100 долларов. Будет прибыль накапливаться для того, чтобы вы могли зарабатывать еще больше. Приглашаю вас зарабатывать на мультивалютном роботе. Ниже этого видео есть ссылочка для того, чтобы вы связались со мной. Писайте мне вконтакты, кто хочет зарабатывать, кому нужны деньги, кто хочет научиться торговать на мультивалютном роботе.